Маленький экскурс в историю. Примерно в начале 2018 года мы получили по-настоящему интересную первую 34-дюймовую IPS-панель от компании ASUS. ASUS ROG SWIFT PG348Q. Монитор стоил больших денег, имел ряд недостатков, но к нему у нас не было претензий, потому что у него не было конкурентов. Спустя полгода компания Acer и Alienware выпускает своих представителей этого сегмента. И по моему мнению, они были существенно интереснее, а главное, что они были сильно доступнее. И их гегемония продлилась примерно год. И в начале 2019, в середине, наверное, уже ближе, мы получили на рынок некий эксклюзив, который сделала сама себе компания LG. Она никому не дала новые матрицы от компании LG Display, но сами от себя. А выпустила свою модель GK950GB, которая была нагло выше всего того, что мы видели до этого. И самое главное, она существенно снизила цену на свой монитор. Он стоил процентов на 30, наверное, дешевле. И мне казалось, вау, LG, молодцы. Конкурентов нету по цене, тем более. И что мы видим сейчас? Компания Alienware берет такая и договаривается с LG. Выпускает новую модель, которой, забегая вперед, гораздо интереснее, чем до этого нам продемонстрировал бренд LG. И такие вот и дела. Встречайте, Alienware AW3420DW. В комплект поставки входит все необходимое, чтобы раскрыть весь потенциал этого монитора. Внутри красивой коробки с полиграфией вы всегда найдете силовой кабель, кабель DisplayPort, кабель USB 3.1 Type-A, пластиковый элемент системы прокладки кабелей, краткое руководство пользователя, инструкцию по безопасному обращению с устройством и информация о сервисном обслуживании. В процессе сборки этого монитора я получил массу удовольствия, поскольку материалы подогнаны что по цвету, что по качеству. А отсутствие зазоров и идеально подогнанных панелей друг к другу доставляет какое-то эстетическое удовольствие. Я уж не говорю про очень красивый белый цвет, которым облечен наш монитор. Это не первый монитор, который я встречаю в белом цвете, но именно здесь он выглядит богато. В силу изогнутости экрана наш монитор достаточно толстая, оттого и плотный, и поэтому он не подвергается скручиванию. Сравнивая монитор со своим предшественником, сразу бросается в глаза, что поставка стала более эргономичная. Поэтому наш монитор умеет подниматься вверх-вниз, наклоняться вперед-назад, поворачиваться вокруг своей оси влево-вправо. И изначально, когда я попробовал его перевести в режим пайват, я уже знал, что его там нет, но монитор поддался. Не знаю, зачем это нужна настройка, возможно, есть ли у вас какой-то кривой стол. Ну, допустим, вы поставили свой стол в горку. Шутка, конечно, но почему Alenwar позволил перемещаться влево-вправо монитору, мне непонятно. Если у вас есть мысли на этот счет, пишите свои догадки в комментариях. В роли кабель-менеджмента в нашем мониторе выступает некое отверстие, куда мы прячем все наши интерфейсы подключения. А интерфейсов подключения у нас достаточно. И DisplayPort, и HDMI, и USB 3.1, которые с удовольствием быстро зарядят любое ваше USB-устройство. А в целом, монитор станет отличным дополнением к вашему игровому или рабочему пространству. И дело не только в интерфейсах эргономики. Все это дополняет отличная, красивая AlenFX подсветка. Представьте себе, у вас есть возможность выбрать из порядка 20 цветовых решений, но самое главное, что вы можете синхронизировать вашу подсветку с порядка 150 играми, что создает интересный визуальный эффект. За регулировку подсветки и остальные технические возможности нашего монитора взяли на себя 5-позиционный джойстик и несколько аналоговых клавиш. Вся эта гвардия расположилась на тыльной стороне монитора, добираться до нее крайне удобно. Подробно останавливаться на меню я не буду, если хотите, почитайте. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео на подробный обзор и разбор всех возможностей этого монитора. Самое главное, что и в этой модели монитора компания AlenVar обошла читеров стороной и не встроила мониторный прицел. Не забыл AlenVar и про аудиоразъем. Можно подключить как наушники, так и внешнюю акустическую систему. А главное, что регулировать ее громкость мы можем с помощью меню нашего монитора. Ну а теперь к самому интересному. Технические характеристики нашего монитора впечатляют. 34 дюйма, 3440 пикселей на 1440, что вполне сравнимо по плотности пикселей с мониторами в 2К разрешении 27 дюймов. И составляет она 110 пикселей на дюйм. Никакой пикселизации на этом мониторе вы точно не встретите. Дисплей изогнут. Курватура монитора составляет 1900, что абсолютно сравнимо с его предшественником 3418. Соотношение сторон 21 на 9, что вместе с 10-битной матрицей 8 бит плюс FRC создает хороший эффект погружения. Но самое вкусное я оставил напоследок. По методике Great to Gray у этого монитора 2 миллисекунды. Как такое может быть? Отклик у этого монитора быстрее на несколько секунд, чем у самой компании LG. Хоть и матрицы там одинаковые. Чудеса. Несмотря на яркость в 350 кандел на метр квадратный и контрастность 1000 к 1, сертификат HDR данный монитор не получил. Ну а надо ли оно, когда у монитора обычная панельная подсветка, а я считаю, что HDR нужен только тогда, когда у вас многозонная. При этом подсветка у нас без шимодуляции. Ну или flicker free, кому как удобнее это называть. Blue Light Filter также встроен наш монитор, что при определенных условиях позволяет заботиться о ваших глазах. Стоит отметить, при установленной яркости в 100 нит среднее отклонение от центральной точки составило 7,5%, а максимальное 18,8%. Это очень хороший результат для монитора подобной диагонали и выше, чем мы получали на тестируемых экземплярах старых конкурентов. Особенно в сравнении с предыдущим 3418DW. Картинка в картинке, картинка в картинке, к сожалению, и в этой модели монитора компания Alenwar нам не предоставила. А вот полноценный модуль NVIDIA G-Sync, который позволяет насладиться всеми возможностями монитора, без каких-либо разрывов, на борту присутствует. Ну а тем более, что наш монитор способен развивать 120 Гц. И самое интересное, частота нативная. Стоит отметить, что на монитор распространяется гарантия без горящих пикселей. При наличии хотя бы одного, монитор с удовольствием компания Alenwar поменяет. Но что касается битых пикселей, компания Alenwar позволяет на ваших мониторах иметь до 6 штук, что не является гарантийным случаем. Но все решается приходом в нашу демо-зону. У нас вы можете подобрать монитор с минимальными засветами и без каких-либо горящих или битых пикселей. Тем более, что монитор можно вернуть в течение 14 дней по любой причине. Вы скажете, стоит ли рассматривать этот монитор к покупке? Давайте порассуждаем. Glow effect присутствует в полном объеме. Нет функции картинка-картинки и картинка-в-картинки. Нет встроенной акустической системы, плохая равномерность подсветки на черном фоне. Но при этом полноценный модуль G-Sync, нативные 120 Гц, точные заводские настройки, DCI-P3 98%. Матрица в этом мониторе от компании LG. При этом этот монитор быстрее, чем монитор от компании LG. Как такое может быть? Я не понимаю. Ну и маленькая 34-дюймовая вишенка на торте. Это его дизайн. Поэтому на этот вопрос я вам предлагаю ответить самим. После теста у нас в демо-зоне. Я как раз сейчас пойду этим и займусь. Ну как тест? Просто возьму и пойду рбану. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если остались вопросы, пишите о них в комментариях. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!